Мужики, если вы хотите покорить женщину, сразите ее наповал своими кулинарными способностями. Нет женщины, которая бы устояла перед умелым мужчиной. И пусть именно мой холодец станет вашим коронным блюдом в нелегком деле покорения женщины. Даже если она уже ваша жена. Если человек в состоянии приготовить яичницу, значит он и в состоянии приготовить холодец. Это очень просто. Правило первое. Мясо. То есть не мясо. Холодец не готовится из мяса. Холодец готовится из тех частей туши животных, которые водятся только на бульон. А именно, чем больше сухожилий, чем больше кожи, чем больше костей, тем холодец будет лучше. Потому что именно в этих частях, что я сказал, находится больше всего белка коллагена. Это такая клейкая субстанция, из которой производится желатин. Это первая фишка. Вторая фишка в составе мяса. По-настоящему вкусный, изысканный холодец может получиться только из трех сортов мяса. Как бы в холодце должны присутствовать три вида животных. Вот у меня свинина. Это нижняя часть рульки, коленца. Вот ножки свиные, хвост. И свиные кости. Да, я купил в магазине кости. Все равно они потом выбросятся. Курица. Я взял три окорочка. Но скажу вам по секрету. Если бы сюда пол курочки домашней, это был бы уже не просто вкусный холодец. Это был бы шедевр. Домашняя курица из обыкновенного холодца делает шедевр. И вот говяжье коленце. Это у вас свинина, говядина, курица. Теперь все это я сейчас вот здесь разрублю. И закладываю в 10-литровую кастрюлю. Количество воды смотрим на глаз. Но с таким расчетом, чтобы мясо покрывалось полностью. И немножко с запасом. Потому что холодец варится где-то около 4-5 часов. Значит какая-то часть, и при том изрядная часть жидкости, выкипит. Ну вот так я думаю нормально. И сейчас ставлю на газовую плиту на самый сильный огонь. Нужно единственный раз довести все это до бурного кипения, чтобы снять пену. Это делается исключительно за тем, чтобы всплыла пена и ее можно было снять. Потом огонь убавляется до минимума. Ребята, повторяюсь еще раз. Доводить до такого бурного кипения холодец можно один-единственный раз. Вначале. Ни в коем случае потом не допускать бурного кипения. Потому что потом при кипении начинает происходить химическая реакция омыливания жиров. Холодец будет мутным. И потеряет свои вкусовые качества. Даже вот в этом случае, наверное, я сейчас попытаюсь убавить. Сейчас бросаю лук. Лук вот чистится таким образом, чтобы хвостик не был срезанным. Берется луковица. Вот так вот крест-накрест прорезается до половины. Потому что эта луковица будет кипеть 4 или больше часов. И она не должна рассыпаться на вот эти составляющие лепестки. Вот. До половины. Бросаю 4 луковицы. И сразу же закладываю чайную ложечку перца горошком. И все. На минимальное кипение. Ну, как минимум 4 часа. Ну, вот прошло 4 часа. Прежде всего удаляем вот эти луковицы. То есть, этот лук уже отдал все свои ароматные компоненты холодцу. Я его обычно выбрасываю. Это первое, что я делаю. И теперь я вот что делаю. Обратите внимание. Вот здесь в процессе варки образовался толстый, наверное, сантиметровый слой жира. Этот жир в холодце абсолютно не нужен. Но, это очень вкусный жир. Я его вот сейчас аккуратненько соберу. Это прекрасная добавка. Ну, может быть, картошечки, пюрешечки. Может быть, в борщ, суп, любые жидкие блюда. Очень он душистый этот жир. Очень вкусный. И сейчас я так вот аккуратненько, аккуратненько, как можно более тщательно соберу жир, чтобы потом на поверхности холодца его не было. Так, вот смотрите, сколько образовалось жира. Конечно же, здесь немножко воды есть, но все равно. Это много. А теперь определяем готовность холодца. Готовность холодца определяется по самому жесткому куску мяса. Вот для этого я хочу вытянуть говяжий маслак. И теперь смотрим. Если хорошо это вот, это все распадается на части, мясо и сухожилие свободно отделяются, значит, это верный признак того, что холодец уже готов. Сейчас я буду все мясо вытаскивать, отделять кости от мяса, кости отдельно. Мясо потом снова сюда. И уже закладываю сюда лавровый лист и соль по вкусу. Вот, вытаскиваю все мясо и отделяю его от костей. Итого, получилось вот столько мяса. Гора костей. Может возникнуть вопрос о перчике. Кому не нравится, его можно выбирать. Мне вот, допустим, нравится, когда на зубах взрывается вот эта перчинка ароматом и горечью. Я такое люблю. Теперь я вот это все мясо высыпаю назад. Собственно говоря, осталось положить лаврушечку и посолить по вкусу. И разливать. Лаврушечку всегда надо ложить в самом конце. Потому как, если это сделать вначале, все эфирные масла просто-напросто улетучатся. Холодец сейчас должен быть как бы немножко пересоленный. Потому что потом мясо возьмет соль и он будет как раз в своей кондиции. Опыт уже у меня есть. Так что я на глазок распределяю. Немножко мяса. Немножко жидкости. Некоторые варят морковь. Вырезают звездочки. Красиво заливают. Закладывают зелень. Это все понятно. Это все хорошо, красиво. Но я готовлю простую, мужскую, суровую еду. Очень питательную, очень вкусную. И с минимальными косметическими наворотами. Готовьте холодец по моему рецепту. Еще не было случая, чтобы у меня холодец не получился. Или был невкусным. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И помните, что не только путь к сердцу мужчины лежит через желудок. К женщинам это относится даже в большей степени. Дерзайте. Живите вкусно. Живите вкусно.